Друзья, просто вообще, Иисус возвращается. Аллилуйя! Я не знаю, что-то некоторые из вас не очень интересны. Вторая радостная весть, друзья. Иисус возвращается за свои невесты. Вы готовы, когда Он обручился. Аллилуйя! Поэтому, если ты и я, мы невеста, это радостная весть для нас. И третья радостная весть. Вот у нас в гостях уже почти как дома. Вот наш брат Раду. Вы не сюда. Вы знаете, для чего сейчас его вызывают? Как вы думаете, девушки? Аллилуйя! Я хочу сказать радостную новость, что наш брат сегодня, не сегодня, а вот недавно предложил руку и сердце. нашей драгоценной сестре Светлане! И сегодня, чтобы избежать всяких поводов, каким-то разным сплетням или члениким-то вещам, мы сегодня хотим победить помолвку, вот, и благословить их на дальнейший брак, на дальнейшие отношения. Поэтому, Святаночка, выходи сюда. Мы рады за вас. Мы рады за вас. Хочу всех постереть, пожалуйста, выйти сюда, чтобы мы посложили руки, помолились, вот, чтобы действительно вы были семьей священнической, чтобы Божья рука была над вами. И мы очень рады, что этот день настал. И мы все рады, особенно папа-мама. И мы, как папа и мама, тоже духовные, мы тоже очень рады. И поэтому сегодня мы хотим объединить этот, ну, день помолвки. И мы хотим помолиться за них, чтобы Божья рука и благодать была над ними. Давайте мы пристрем все руки, помолимся и благословим их во имя Ишума. Отец, во имя Господа нашего Иисуса, мы благодарим тебя, Боже, за эти драгоценные брюки. Боже, мы знаем, что ты сочетался со своей небесной, как те, которые вместе с нами обручилась единому Богу через Иисуса Христа. Также сегодня мы просим Бога благословения, чтобы по тому же примеру они были обручены и помолвлены между собой, Божьей, для того, чтобы потом создалась благословенная священническая семья. Мы просим Бога благословения, помазая им в ходе на их жизни, защити и сохранить от всякого зла, от всех препятствий, от всех бюрократических безоборочек. Боже, пусть твоя рука и благодать, да будет над ними во имя Ишум. Аминь. Господь, мы благословляем эту будущую семью, мы покрываем ее кровью Иисуса Христа. И я запечатываю эту семью кровью Иисуса, и провозглашаю, чтобы их взаимоотношениями кровью Иисуса и искуплено от власти сатаны и пренебрежателю и отеца. Кровью Иисусом мы разрешаем всякое демоническое давление на мир. Кровью Иисусом мы разрешаем с цикландовских алтарей, которые направлены на разрушение этой семьи. Я провозглашаю до единства людей, взаимопонимания, взаимопонимания, почитания в этой будущей семье во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляем. А, я забыл сказать, друзья, кто с горой до Натани, помашите рукой. С Натани и кто помашите рукой. После следствия служения не убегайте, пожалуйста, в холе соберемся на 38 секунд, я небольшое объявление сделаю. Хорошо? Да, аминь. Кто хорошо ничего не сказал. Слава Богу, друзья, небольшое объявление 30-го числа на следующей неделе. Вот мы не будем делать служение в пятницу, потому что, помните, у нас было объявление, что мы делаем такой праздник обновления, вот помещение, которое мы сняли, вот, и приедут нам гости, с решилициона, пострелили, броску, и так далее, и тоже с командой. Я также позвала людей с Назарина, которые дальше с их общиной. Вот, и мы будем тоже заказывать какие-то еду, там, блог или что-то, и будем тоже вместе здесь радоваться, веселиться, кушать и общаться. Хорошо? Не забудьте. В пятницу служения не будет, будет в 11 часов шаба. Все поняли? Да. Спроси с соседом. А сколько будет служения? Один в один. Один в один. Ты будешь? Ты будешь? Друзья, давайте, знаете, что хотелось бы, чтобы мы были в руки, потому что нам нужно заказывать еду, и мы должны хотя бы приблизительно знать, сколько будет людей. Давайте просто хотя бы идем пока места.